Жихары в улице Горкага и Академика Паулава в областном центре звернулись на горячую линию телерадиокомпании Витебск со скаргами на сметник на территории былой меблевой фабрики. По их словах, большую частку отходов сюда привозят транспорт городских промысловых предприемств, каждый день сметя становится все больше. Как вырешать проблемы, высветлял Артур Смоляков. Гытые горы сметя Жихар в улице Академика Паулава в Витебску Андрей Галеев некольки месяцев тому выявил подчас прогулки по родным микрорайоне. Мужчина займается фотографией и в пошуках пригожих кадров выросил доследовать территорию былой меблевой фабрики. Зайсти сюда сегодня может любой жадающий, чем искористались господары отходов. Фотограф-аматор запылнивая, праздник Академ после неприемной знаходки зауважил, как сметя сюда привозят грузовые автомобили. Пластык, покрылки, есть навык небеспечные ртутные лямпы. Утализация подобных отходов по трабое финансов, тому их уладальники вы решили зэкономить. Выгрузили бытовой мусор, там строительный. Здесь, как мы видим, вообще полиэтилен аккуратно упакованный в цюки. Это уже промышленный след по-любому здесь какой-то. И я поэтому считаю, что нужно вовремя остановить этот процесс, иначе мы здесь будем жить просто на свалке вместо красивого микрорайона. Нужно в первую очередь как-то контролировать въезд транспорта на эту территорию. Все-таки в руках человек много не притащит, да и лень это будет тащить. Но учитывая, что здесь какие-то есть предприятия, естественно, им закрыть доступ нельзя. Нужно либо шлагбаум установить, который будет парольный, то есть с чип-картой, либо поставить видеокамеру. То есть появился мусор, по камере посмотрели, что за подозрительный транспорт заезжал, и можно найти виновника. У городской инспекции природных ресурсов у Яхова Новокольных Асяродя проблему ведают и стверждают, что убирать смесь, а тут повинен уластник территории. Сегодня она належит приватной фирме, якую экологи уже не раз штрафовали за звалку. Але кардинальная ситуация не изменилась. На жаль, связаться с компанией, якой належит засмеченная территория, не отрималась, а ее телефоны молчать. С початку года в Витебску ликвидовали 62 несанкционированные звалки. В Комитете природных ресурсов заполнивают худка, наведут парадок и на участку для былой меблевой фабрики. Только 8-мясцовые жихары выполнены, уборка и штраф, и только часовое решение. А карать тут треба тех, кто привозит и покидает сметти. Артур Смоляков, Ян Пчельников, Новины, Витебск.